Купаться в водоемах Нягань не рекомендуется. Вода не соответствует гигиеническим нормам. Кроме большого количества железа, в реке Нягань-Юган обнаружены вредные для здоровья человека бактерии. Специализированных пляжей в городе пока нет. Люди плавают и загорают в излюбленных, но не обустроенных местах. Татьяна Герта по всем подробнее. Ребятня соревнуется. Кто глубже нырнет, дальше и быстрее сплавает. Этот берег реки Нягань-Юган самый популярный среди няганцев. В хорошую погоду он никогда не пустует. Люди со всех уголков города приезжают сюда семьями, отдыхают компаниями, жарят шашлыки. Где еще людям отдыхать? Мы с ребенком приходим позагорать, что купаться невозможно. Вода ледяная и грязная. Сами дети, сами жители же портят сам пляж. На берегу пустые бутылки, грязные пакеты. Не очень приятно находиться здесь, а купаться в реке специалисты Роспотребнадзора настоятельно не рекомендуют. В воде обнаружена одна из разновидностей кишечной палочки. Ее происхождение, утверждают эксперты, вызвано в том числе и в результате жизнедеятельности человека. По санитарно-эпидемиологическому законодательству предусмотрено использование места для реакреационных целей, то есть для купания, только при наличии санэпидзаключений на водный объект. Ни одного такого документа мы не выдавали. Отсюда делаем вывод. Поскольку на водоем нет такого или не выдано такое санэпидзаключение, поэтому использовать для конкретных целей, то есть для купания его недопустимо. Специализированных пляжей в Нягоне пока нет. Обустраивать и содержать зону отдыха на водоемах муниципалитету нерентабельно. Северное лето короткое. По этой же причине неохотно берутся за организацию пляжей и предприниматели. А нягонцы в жаркие дни тянутся к воде. На водоемах организован регулярный патруль, где отдыхающим напоминают об опасности. Брали пробы в нескольких местах на озерах, как считается. Водоемы наши, ну и в пляже называют. Но это не пляжи, они не предусмотрены до этого. Да, находили, есть справка об этом. На сайте администрации в разделе ГОЧС у нас есть эта справка размещена. Люди могут почитать, ознакомиться, что конкретно было найдено. Плановые проверки на всех водоемах Нягоне проходят каждое лето. Из года в год стабильными остаются показатели железа. Это особенности местной природы и при купании вреда они не приносят. А вот микробы могут вызвать кишечные заболевания. Из 25 проб, взятых в озерах и разных местах реки Нягонь-Юган, в 9 выявлены вредные для здоровья человека бактерии. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Югория, Нягонь.